Доброе утро! Очень приятно, что вы про меня не забываете, следите за мной. Очень приятно, так же, как я сказала. Ну, а как же про тебя забыть, если ты постоянно с какими-то призами и победами возвращаешься? Ну, расскажи об этом. Расскажи, да, о конкурсе, что он собой представлял, с кем соревновалась. Мне понравился этот конкурс. Он проходил в Румынии, в Барладе. Этот конкурс, я для него туда ехала, чтобы посмотреть, какие песни поют, какие костюмы. И была очень удивлена, потому что там хор Один Молдова пели, Молдова Мя, Дорул, Яртари, все наши молдавские песни. Участницы из Румынии, да, получается? Да, из Румынии дети пели молдавские песни. Хорошо. А что касается самого Кокса, как ты туда отправилась, тебя пригласили? Ты сама подала, допустим, какое-то заявление на участие? Меня пригласила Верика Атанасов, это учительница по вокалу. Она со своими детками ехала и пригласила меня. Мы согласились и поехали. И, как видно, не разочаровались. Ну, да, результативно. И ты вернулась с первого места. Нет, с гран-при. С гран-при, да. Каково это? Ну, то есть знала уже, как в ходе конкурса, понимала, что претендуешь на призовое место? Или действительно были сильные соперники? В моей категории были сильные соперники. Ну, я когда вышла петь, я спела. Мы еще раз просмотрели видео. И, ну, я там проанализировала. И, как бы, я не думала, что я займу гран-при. Для меня это, как бы, очень удивленно было. Ты до последнего не знала об этом, да? Да, вот мы, как бы, стояли на сцене, было награждение. Говорят, третье место. Я говорю, только нет, только нет. Фу. Второе. Только нет, только нет. Фу. Ожидание, первое или второе? Сейчас, так, первое. Ну, первое, ну, хорошо, первое. Не я. Что, гран-при, что ли? И гран-при занимает Баллеса. Ура! Счастье было, да? Да. Скажи, а с какой композиции ты тогда отправила, что ты исполняла? Может быть, готовила какую-то специальную программу для этого конкурса? Да, я на этом конкурсе спела «Жесуи молоды» на французском, песня «Лара Фабиан», которую я сегодня исполню. Ты тоже есть. Ну, это будет впереди. Я не знаю, что ты любишь французскую музыку, вообще, и Лара Фабиан, и репертуар ее. Это какая-то особенная любовь, да, к французской музыке, к французским песням? Я не знаю. Ну, я знала эту песню «Жесуи молоды» и включила ее еще раз. А французский сама знаешь? Нет, я французский не знаю. Только песню, да, выучила? Да. Мы работали с репетиторами над произношением французского языка. Сложно было? Ну, в какой-то мере, да. Ну, в какой-то нет. Ну, сложно было вот само произношение округлое. Ну, ты с азартом таким ко всему подходишь. То есть для тебя это не серьезная работа, а именно азарт, да, игра какая-то. Я практически не знаю, но я попробую, да, и получилось, в принципе, да, эксперимент. Хорошо. Где ты еще выступала в последнее время? Потому что мы знаем, ты довольно часто принимаешь участие в различных конкурсах. И конкурс в Румынии был не единственный конкурс, где ты побеждала, где ты занимала самые высшие награды. Да, я участвовала на конкурсе «Кавказ», там, где я заняла два первых места. Опять-таки же за песню «Жесуи молоды» и за молдавскую песню «Дорул». Тоже первое место. Это уже здесь у нас в республике проходил конкурс, да, действительно, мы тоже следили за событиями. Была на конкурсе «Виктория за школу» и пела песню «Верните память». А ты вообще со всех конкурсов возвращаешься с какими-то местами, призами? Бывает такое, что вот что-то не удалось, вот что-то в этот раз, не знаю, не получилось? Ну, насчет мест, всегда призовые места. А насчет песен, бывают песни там, где я смотрю так, делаю ошибки, ищу. Мне всегда в моих песнях что-то не нравится. Я всегда хочу чего-то большего, лучшее. Хоть я все правильно спела, мне все равно что-то не нравится. Все лучше, лучше, больше, больше. Вот ты сказала, что на конкурсе в Румынии ты посмотрела видео, да, это такая у вас практика обычная. Вы снимаете твое выступление, да, и потом ты сидишь, анализируешь, что было так, что не так. Садимся домой, дома, приходим, включаем на компьютер, садимся всей семьей. Каждый говорит, что где не понравилось. Так, а кто самый большой критик вашей семьи? А ну-ка рассказывай. Кто самый большой критик? Это мама, папа? Ну я, потому что я пою, так, здесь нехорошо. Ну здесь хорошо, но можно лучше. Ну то есть одно дело критичность к себе, а вот как ты относишься к критике, когда это кто-то другой говорит? Ну, я прислушиваюсь к замечаниям, анализирую их, смотрю, может быть, правда, может быть, они просто хотят. Ну, в основном. Ну а бывает такое, ты уже услышишь свой адрес, может быть, какую-то критику, ну, то скажем, не совсем оправданную, когда люди просто тебе уже завидуют и немножко начинают. Да, такое очень часто бывает, но я в голову как бы не беру. Друзья, где-то критикуют тебя иногда. Конечно, как без этого. Мне нравится то, что ты так с оптимизмом на все это смотришь, даже как бы не обращая внимания, и идешь вперед к своей цели. И какая цель будет следующая? Вы ставишься ли ты к какому-то следующему конкурсу или пока у тебя летние каникулы, пора отдыха? Ну, даже когда летние каникулы, я не могу не петь. Я хожу по дому, пою, иногда бывает, да хватит петь уже, да, спокойно посидеть. Я говорю, не могу я, дальше иду, пою. Ну, дальнейшие планы пойти на разные конкурсы. И меня вот на этом конкурсе в Румынии позвали в августе петь на конкурсе. И я надеюсь, что я поеду. Дальнейшие планы, чтобы поехать на конкурсы в Москву, в Украину, может быть, в Италию, во Францию. Различные международные конкурсы тебя привлекают, в первую очередь. Да, и я сейчас уже 3-4 месяца играю на саксофоне, учу. И дальнейшие планы, чтобы петь песню и где-то в проигрыше сыграть. То есть в какой-то момент еще и продемонстрировать. Тебе вокала еще мало, да, оказывается? Конечно. Еще и на саксофоне проиграть хочешь? Скорой на барабанах буду. Человек-оккестр. Да, да, да. Итак, сегодня для наших телезрителей прозвучит, как ты уже сказала, опять же композиция на французском. Да. Настя, мы тебе желаем удачи, всех твоих победок в будущих концертах, конечно же. Победы на будущих концертах. Надеюсь, что ты справишься с саксофоном, хотя многие музыканты говорят, что всю жизнь приходится потратить, чтобы познакомиться с этими инструментами. Иногда и жизни не хватает, чтобы его обуздать. Поэтому это такая довольно высокая планка, которую ты себе ставишь, чтобы все эти планки тебе покорялись. Мы тебе желаем удачи. Большое спасибо. У нас сегодня в гостях была Анастасия Барба. Мы ее далеко не отпускаем. Сразу после краткого анонса мы вернемся на нашу площадку и послушаем ее исполнение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.